всем привет привет привычный водитель делка пока еще стажер константин сейчас немного он про себя расскажет как надумал как раз не погода самое время его отвлекать от дороге учение легко в бою кстати поделись как где до этого работал чем занимался так далее тому подобное я работал экономистом строительных организациях всю свою трудовую деятельность то есть 20 лет и мне что-то это все так поднадоело что я решил попробовать сменить сферу деятельности у меня друг тоже поменял ненадолго вот уже девять лет он работает здесь также работал начальником но выбор пола именно попробовать себя в дальнобое но девять лет успешно работает так что кому ляжет кому не ляжет себя уверенно чувствую за рулем больше зависит от твоего желания категории давно получил в прошлом году в сентябре прошлого года на как вообще на дому категории получить сразу цель была в дальнобой или может сначала там я стал думать что я могу еще в жизни делать кроме как клацать по кнопкам на компьютере и ничего интереснее не придумал что я такой думаю о я вроде вожу неплохо но легковой автомобиль думаю попробую себя дальнобой потому что ну такси и там все остальное не так интересно вот решил попробовать дальнобой но все выбор сделан осталось только этот научить попробовать так далее а вы подписывайтесь на канал кому интересно первые дни стажировки я сильно тебя отвлекать не буду пока привыкая к автомобилю знаешь как получается пойдешь домой отдохнешь месяц выходишь на автомобиль вроде опыте все как первый раз как будто бы сел хотя на этом автомобиле уже года два-три отъездил так что пока привыкаю к автомобилю а дальше больше буду рассказывать подсказывать так сказать чтобы легче и быстрее адаптировался транспортная компания делки получал высокий зарплодов гость расскажи как выбор пал именно транспортная компания долго я когда задумался дальнобой стал в ютюбе смотреть каналы дальнобойной тематики я пересмотрел кучу каналов и и т.к. и трасска и дентра короче кого только не было я наткнулся на твой канал это было наверно до года три назад мне понравилось что ты там рассказываешь о нюансах профессии какие-то обучающие у тебя там уроки и компания дал ко мне запомнилась хотя мне кажется до того момента я ни разу ну или не встречал на дороге или просто внимание не обращал на фуру белка вот а судьбоносным событием то что определила мой окончательный выбор что это будет именно компания делка это стала наша с тобой встреча когда ты привез утеплитель в ту компанию где я на тот момент трудился мы с тобой поговорили я спросил можно ли устроиться без опыта ты говоришь можно я говорю а можно попасть к тебе на стажировку ты говоришь без проблем но все я отработал и вот я на стажировке видите как все легко и просто в принципе я всегда всем говорю самое главное желание если есть желание но не всегда конечно желание совпадает с возможностями хотел сказать так выпьем за это на нету и нам нельзя в любой момент у нас может также проверить службу безопасности нас так сотрудники и бдд и так далее тому подобное а еще какие каналы но смотрел помимо делка или сразу выбор пал на делку и придумал только долго нет я пересмотрел кучу каналов вот за все это время но остановился в общем я сейчас смотрю в основном три канала это твой канал канал вани голубцова вань голубцов привет я твой подписчик канал вани голубцова дальнобой за 40 и канал александра голодких гражданин ссср где александр гоняет по зимникам якутии иркутской области но очень интересный канал мне нравится я когда на зимниках работал отличается туда дальше дорог нету где проложишь там дорога если бы конечно нет тогда вообще в youtube бы начал вот это было бы интересно ну и в дальнобой доме есть так сказать такие моменты что может тебя удивить в будущем ну все едем дальше все поздравляю тебя с первой погрузкой как ощущение здорово что затолкал такую дуру под рампу осталось только этот безопасно довести груз груз кстати очень потом при выгрузке покажем что за груз был груз так сказать торможение плавное должно быть газ плавный на поворотах плавное на соревнованиях когда я участвовал там было такое те сказать этап надо проехаться оставили наливали этот стакан вот так вот во воды в нем это сантиметр сантиметров или пол сантиметра даже и ставили его на бак снизу салфетку салфетка не должна намочиться не то что там пролиться или этот салфетки новина намочиться и мы с другом участвовали экспериментировали на тренировках как это вообще работает и самое вот едешь паковочка вот кузов есть трясется и обрешетки все трясется а вода стоит стакана не выливается на торможение нажимая на тормоз нажимаю что же сильно не проливается а вот именно когда резко трогаешься и на поворотах вот поворачиваешь даже плавно когда поворачиваешь прицеп вода начинает проливаться поэтому повороты ну торможение и особенно газ разгон должен быть плавной все поехали сейчас смотри солнышко все хорошо кажется этот все прекрасно нет ничего прекрасней но чуть стемнеет если у тебя грязные стекла днем они как будто бы чистые то уже ночью тяжело ехать залипает засыпать будешь поэтому чистые окна ближе к вечеру остановимся помоем окна зеркала так вот это очень незаменимое зеркало бордюры вступление и так далее выезжаем из казани Мы сегодня едем в экономическую зону Алабуга Константин, скажи мне, неопытному водителю Что сказать? Видел, что крышка не закрыта Я уже забыл, как эта каска на тебя падает И забыл вопрос, какой я хотел задать Ничего страшного нет Все когда-то первый раз Но у некоторых реально не получается Вот не его это Ты готов так вот ехать круглыми сутками туда вперед смотреть? Пока готов Красота Солнце правда вот так напрягает Ну, в данном случае нам повезло, она сзади Костя, а ты куда в самый дальний ездил? На машине? Да, на машине Какие путешествия самые дальние? Ну, на Черное море И на Эльбрус Да, это Эльбрус в Сочи, да? Кавказ Эльбрус, где он находится? Он в это Ну, он в двух В Карачаево-Черкесии, в Кабарадин, Балкаре На Агру поднимался? Поднимался? Ну, на канатке, сколько можно подняться? Там до 4 4,5 тысячи, по-моему А что так, вручную? Нет, вручную не готов пока На палках, на лыгах Так, остановимся, окощики помоем Уже темнеет Чтобы потом не втыкаться Остановились, пока мы останавливались Турбинка остыла Мы ведь катились Поэтому автомобиль может нас заглушить В принципе, сразу Продолжение следует... Так сказать, топовался, энергия Темнеет Сейчас будет видно дорогу Можно ехать и ехать Поехали Смотри, когда такой звук пошел Я понял У тебя превышение Не больше минуты Ну, катились сейчас Горку Накатом Как видно Эффект есть от чистых стекла? Конечно Намного лучше стало Эффект нового автомобиля Стажировка с тобой пройдет Все, приедешь домой Взять на легковой автомобиль А это привычка Экономить бережную эксплуатацию автомобиля Не буду искать, где у меня горный тормоз Потом через недельку позвонишь И скажешь, насколько твой автомобиль стал экономичней Так, сколько там до места? 83 83 Хорошо Едем дальше Выгрузка Я наконец-то чувствую, что моя работа нужна кому-то Я кому-то что-то привез Кто-то что-то ждал Даже так быстро выгрузили, что заснять ничего не успели Что-то мы, короче, походу туда едем Там Что-то разворачивается, да? Куда-то на воздушном шаре собрались лететь На ночь глядя Так, там ведь можно его слева объехать, да? Да Темно ведь на улице, куда они собрались Или они его сдувают наоборот Сдувает Подождите, подождите Мы еще не засняли Да, сдувает А, это киношники какие-то? А, снимает кино Они прилетели уже, короче Мы тоже свое кино снимаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...